В Пензе начали обживать темницу фараона финансовых пирамид. Организаторы мошеннической схемы умудрились выудить у жертв миллиард рублей, рисуя красивую жизнь. Самые аферисты жили так, как и обещали. Роскошь в каждой детали. Украшения, дорогой алкоголь и коллекция шуб. Правда, теперь, похоже, придется примерить телогрейки. Андрей Караманов продолжит тему. Понятый возраст изъявил выдаст нам предмет роскоши. В смысле, вы их заберете? Ювелирные изделия, часы ручной работы, коллекция шуб, способная согреть сердце любой модницы. Хозяйка этого гардероба явно рассчитывала, что просто похвастается вещицами перед следователями. А те вдруг объявляют, что изымут все ценное. Кольцо золотое. Третья пустая коробка. Перепись ценных вещей в этом жилище явно займет не один час. Деньги у его обитателей водятся. Хотя со вкусом и проблемы. Статуэтки рыцарей, самурайские мечи. Пока зная роскошь, кто-то явно мечтал жить по-царски. Или в данном случае, как фараон. Ведь, по версии полицейских, владельцы дома из числа организаторов крупной финансовой пирамиды. Компания «Инвестгарант». Простая «Инвестгарант» есть здесь? Нет. А где они? Приказал, кому держите. Как так? В полицию здесь? В полицию, спешите заявление. Несколько лет компания «Инвестгарант» словно золотая антилопа осыпала щедрыми дивидендами всех своих вкладчиков. Желающих вложить деньги было все больше. Люди брали миллионные кредиты в банках, мечтая, что смогут без усилий разбогатить и вернуть все долги. Затем раздутый финансовый пузырь лопнул. В конце апреля, в мае уже прекратились выплачиваться проценты. Говорили нам, что проходит проверка. Нужно всего лишь немножечко подождать и все будет хорошо. Заходите! Например, создатель самой крупной в истории финансовой пирамиды Бернард Мейдов в 2008-м был приговорен к 150 годам заключения. Для сравнения, Сергей Мавроди провел за решеткой всего 4 года. Но, выйдя на свободу, самый знаменитый отечественный пирамидостроитель жил совсем не по-фараонски. Пожалуйста, смотрите. После визита приставов, вот, все, что оставили. Пустые полки, там уголовного дела. То есть, какой у меня смысл работать? У меня все изымается в доход государства. На выплаты вкладчиков, исков гражданских которых бесконечное количество. Блудный отец Лени Голубкова пытался повторить триумф в Китае, затем в Африке, но в итоге умирал в одиночестве на автобусной остановке. Бренное тело пролежало в морге неделю, ненужное даже родственникам Мавроди. Теперь его неупокоенный призрак бродит в социальных сетях, даже оставляет сообщения на собственных страницах. Как всегда, обещает финансовый апокалипсис. Но последователи строителя пирамид его опыт ничему не учат. Они тоже продолжают обещать огромную прибыль. Космонавты уверяют, выше ставки не бывают. Сейчас в деле инвестгаранта три тысячи пострадавших из шести субъектов страны. Все они поверили, что за полтора года смогут, не пошевелив пальцем, увеличить свои сбережения в два раза. Злоумышленники с 2012 года привлекали денежные средства граждан под предлогом выплаты высоких дивидендов до 60% в год. Вкладчикам обещали, что их сбережения будут инвестированы в высокодоходные проекты, связанные с рынком недвижимости. В недвижимость предполагаемые мошенники действительно вкладывались, но только в собственную. Сейчас, пытаясь вернуть пострадавшим хотя бы часть их денег, полицейские наложили арест на 22 здания, которые успели купить организаторы инвестгаранта. Скорее всего, с молотка уйдут и пышные шубы, и статуэтки рыцарей, но даже все вместе взятое. Это имущество вряд ли потянет на миллиард рублей, который растворился на заграничных счетах очередных самопровозглашенных фараонов. Субтитры создавал DimaTorzok